не знаю рыба есть нету но наверное есть какая-то рыба есть не вижу рыбаков странно здесь все из песчаника песчаника этого который рядом с лифтом добывали разрушается от ветра от дождя довольно таки сильно опять кто-то гремит придется звук отдельно записывать что невозможно опять римская кладка вот она а цементом как выдала кирпичи вообще высыпаются песок фактически песок звук к сожалению пришлось записывать отдельно так как работают люди с отбойными молотками создают такой сильный шум что я сам себя не слышу старые стены домов старые каменные стены сложены из камня песчаника со временем песчаник от ветров и дождей разрушается превращается просто в песок время от времени стены приходится ремонтировать на место старых вставлять новые камни кафедральный собор построен из того же камня камень-песчаник добытый в карьере на южной стороне Личфилда стены нефа слегка наклонены наружу это все из-за веса камня использованного в своде потолка примерно около 200-300 тонн было удалено во время ремонтных работ чтобы стены не упали над богато украшенным южным входом в собор Личфилда стоят семь фигур вырезанных, как уверяет Укипедия, из римского темента фигуры слева направо представляющие святых Августина Гиппо, Иронима, Амросия Миланского, Григория Великого и Анна Златоуста Афанасия и Василия вплоть до XIX века на вершине украшенного фронтона между двумя шпилями стояла колоссальная фигура Карла II работы Уильяма Вилсона сегодня он стоит прямо у южных дверей в 1660-х годах он пожертвовал значительные средства на восстановление собора современного названия Личфилд двоякое происхождение в Уоле, который находится в 3,5 километрах примерно к югу от нынешнего города находилась романо-британская деревня Литоцитум нет никаких свидетельств того, что случилось с Литоцитум после того, как ушли римляне где-то примерно в 410-м и далее годах однако Личфилд возможно возник в результате переселения жителей из Литоцитума во время его упадка общепринятое бритовское название место означает грейвуд, то есть серый возможно относящийся к разновидности деревьев выделяющихся в ландшафты таких как ясень и вяз это перешло на староанглийский язык как Литоцит далее старо-валийский люиткоут которому был добавлен древнеанглийский фэлд что значит поле или открытая местность это слово Литоцитфэлд является источником слова Личфилд первые упоминания о Литоцитфэлд есть в записи около 710-720-х годах популярная этимология гласит что тысячи христиан были замучены в Личфилде около 300-х годах нашей эры во время кровавого правления императора Деоклетиана который в общем-то устроил сильные гонения на христиан в то время и не только в Англии и что имя Личфилд фактически означает поле мертвых но правда нет никаких доказательств подтверждающих эту легенду как и многие другие легенды ранняя история Личфилда не ясна первое достоверное упоминание о Личфилде встречается в истории Бедды где он называется Литоцитфэлд и упоминается как место где в 669 году святой чад установил епископский престол Мерсии первый христианский король Мерсии Вульфхер пожертвовал землю в Личфилде святому чаду для постройки монастыря примерно около 700 года нашей эры была построена первая деревянная церковь в 9 веке Мерсия была опустошена данными которых мы теперь знаем как викинги сам Личфилд не был обнеснен стеной и собор был разграблен Личфилд является одним из первых центров христианского поклонения в Великобритании после вторжения норманов в 1066 году норманы построили новый собор уже из камня от которого осталось лишь несколько следов трехшпильный собор Личфилда был построен между 1195 и 1249 годами в 13 веке построили стены вокруг собора политика Генриха 8 оказала огромное влияние на Личфилд реформация привела к исчезновению движения паломников после разрушения святыны святого чада в 1538 году что стало серьезной потерей для экономического процветания города в том же году был распущен францисканский мужской монастырь и он стал частной собственностью дальнейший экономический спад последовал за вспышкой чумы в 1593 году в результате которой погибло более трети всего населения три человека были сожжены на костре за ересь при Марии 1 последнее публичное сожжение на костре в Англии произошло в Личфилде когда 11 апреля 1612 года Эдвард Уайтман из Бёртон Аппентрент был казнен путем сожжения на рыночной площади за то что выставил себя как божественный спаситель мира во время гражданской войны в Англии Личфилд был разделен власти собора поддерживаемые некоторыми горожанами были за короля но горожане в целом встали на сторону парламента это привело к укреплению стен в 1643 году положение Личфилда как центра маршрутов снабжения имело важное стратегическое значение во время войны и обе силы стремились установить контроль над городом парламентский командующий лорд Бург возглавил штурм укреплений но был убит шальной пулей в день Святого Чада в 1643 году рейлисты восприняли это как чудо впоследствии собор был захвачен парламентариями но в том же году был обратно отбит принцем Рубертом трижды осторожненный собор после краха рейлистов в 1646 году снова сдался сторонники короля назывались кавалерами от английского от английского кавалера в дальнейшем на долгое время красный цвет мундиров стал отличительной чертой английской армии во время гражданской войны собор пострадал наелись демократии они поставили на престол уже Карла второго и во время правления Карла второго началось восстановление Личилда началась реставрация реставрация собора началась под наблюдением епископа Хакета ну и конечно Карл второй достаточно много выделил средств быстро отремонтированный всего за 9 лет его интерьер был реконструирован в конце 18 века а затем восстановлен в 19 веке сэром Джорджем Гилбертом Скоттом была проведена серьезная реставрация собора на западном фронте были заменены внешние статуи а вокруг собора теперь есть более 160 изысканных резных фигур королей королев и святых этот собор который мы видим сегодня единственный в Англии средневековый собор с тремя шпилями известный как Дамы Долины один из самых элегантных в стране реставрационные работы в соборе не прекращаются и по сей день вы fate их подпишемся охлажерить